65% собранного урожая в Акмолинской области имеет плохое качество. По словам специалистов, данное зерно не только не подходит для производства хлебных изделий, но и для засева полей. Фермеры, урожай которых пострадали из-за плохой погоды, не имеют другого выбора, кроме как отправить большую часть зерна этого года на корм скоту. Дело в том, что пшеница, попавшая под проливные дожди, почернела и испортилась. Мало того, в этом году урожай в регионе сократился в два раза. В области собрано 96% зерна с посевных площадей. В этом году Жигерт Леужанов, посадивший пшеницу на 3,5 тысячах гектаров земли, передал весь собранный урожай элеватору. Но у зерна оказалось плохое качество. «Качество пшеницы ухудшилось из-за непрекращающихся дождей. Из-за такой пшеницы очень сложно получить качественное зерно». В связи с этим правительство намеренно выделило квоту на закуп 350 тысяч тонн некачественной продукции по стране. Однако эксперты отрасли говорят, что этого недостаточно. В прошлом году средняя урожайность зерна составила 12 центнеров с гектара. В этом году не более 5-6 центнеров. Всего 2,7 миллиона тонн. В связи с этим объемы экспорта тоже неутешительны. «Ежегодно мы экспортируем зерно в более 20 стран ближних и дальнего зарубежья. В прошлом году мы собрали 5 миллионов 300 тонн зерна. Из них 2 миллиона ушло на экспорт. В этом году положение очень тяжелое с этими погодными условиями. Мы буквально должны собрать 2 миллиона 700 тысяч тонн, но качество слабое. 60% у нас качество слабое, поэтому экспорт будет намного меньше в этом году». Аграриям, пострадавшим от неблагоприятных погодных условий, было выделено 20 тысяч тонн удешевленных горюче-смазочных материалов для сушки зерна. Сейчас рассматривается вопрос о продлении срока погашения кредитов фермерами. Эдуард Погребицкий, Мсудык Наурзбаева, Даниэр Жумагулов, Кокщик Парад.